Всем большой привет! Сегодня буду готовить блинчики. И вас тоже беру с собой. Значит, блинчики я хочу сделать не просто блинчики. Блинчики будем делать с начинкой и затем мы их отправим в духовку. В общем, блинчики я делаю всегда так. Разбиваю 3 яйца, добавляю буквально на кончике чайной ложки соль, совсем немного. В блинчики мне хотелось бы, чтобы сегодня они были послаще, поэтому я добавляю 3, наверное, 3 вот таких чайных ложки сахара. И сейчас венчиком мы это все хорошенько просто дело перемешиваем. Также добавляю 2 стакана муки. Стаканы у меня вот такие, по 250 грамм, 2 стакана. Далее я добавляю 2 стакана молока. Здесь уже 1 стакан я добавила молока. Вот второй стакан молока. Добавляем. Все хорошенечко сейчас перемешиваем. Перемешав, я еще добавляю 1 стакан воды. Можно, конечно же, добавить 3 стакана молока, но я этого не делаю. Я всегда делаю либо 50 на 50, либо 2 стакана молока и стакан воды. Все еще раз хорошенечко перемешиваем. Сейчас я добавлю, как вам показать, 5 столовых ложек растительного масла. Вот раз. И еще сейчас 4 ложечки. Вот так вот все выглядит. Сейчас я это хорошенечко перемешаю. И будем, наше тесто уже, в принципе, готово. И начнем с вами выпекать блинчики. Блинчики получаются очень вкусные, тоненькие. Нам нравятся. Вот такие вот красивые блинчики у меня получились. Здесь вот стопочка такая. Сейчас блинчики я пока убираю в сторону. Ну и начинку делаем самую обычную. Я сегодня решила сделать. У меня здесь 2 пачки творога по 200 грамм. 5% творог. Возьму, добавлю 3 столовые ложки сахара. Все любят сладенькое. И добавлю тоже 3 столовых ложки вот такой вот сметаны. У меня 22%. И всю эту вот массу мы сейчас хорошенечко я буду перетирать вилочкой. Ну что же, творожок я наш сделала. Смотрите, чтобы он не был сильно густым и не был сильно жидким. Он такой вот средненький должен быть. Видите, как бы, чтобы он хорошо намазывался. Я беру досочку. На досочку кладу 2-3 штучки блинчика. Разрезаю вот таким вот образом напополам. Все это дело вот так вот складываю. Беру вилочкой. И буду намазывать наши блинчики. Ну, а начинки я не скажу, что я жалею начинки. В принципе, не жалеем начинки. Больше начинки, конечно же, будет вкуснее. И вот так вот размазываем. Вот. Все это дело. И затем скручиваем вот в такой вот рулончик. Так вот аккуратненько. Я их не прижимаю сильно. Так, чуть-чуть что-то скосился он. Вот так. И складываю на тарелочку. Так, конечно же, буду проделывать со всеми блинчиками. Либо пока у нас не закончится начинка, либо блинчики. Ну, что же, блинчики наши готовы. У меня осталось буквально два с половиной блинчика. Вот эти блинчики тоже здесь закрутила я. И растопила сливочное масло. Буквально 30 грамм. И сейчас, для начала, я смажу дно нашей формы сливочным маслом. И начинаем выкладывать наши блинчики. Плотненько. Ну, смотрите, смотря какая у вас форма. От количества блинчиков тоже все зависит. Поплотнее сложить. Либо поближе. Либо можно как-то место немножко. В общем-то, вот таким вот образом складываем мы наши блинчики. Сейчас мы наши блинчики будем смазывать сверху нашим растопленным маслом. Хорошенько так смазываем наши все блинчики. Ну, и сейчас, как обычно, начинаем посыпать опять-таки наши блинчики сахарочком. Посыпайте по желанию. Хотите больше сахарочка, меньше. Это уже зависит только от вас. Как вы посыпите, так и будет. Больше сахара слаще. Меньше, значит, все равно получится, поверьте. Просто отменные блинчики. Вкусные. Так, посыпали наши блинчики сахарочком. Сейчас я их отправляю в духовку. Буквально оно уже будет очень быстро готовиться. Буквально на минут 15. Может быть, даже и меньше. Смотрите по своей духовке. Как только наши блинчики начнут покрываться такой золотистой красивой корочкой, сразу мы все выключаем. Хочу вам показать вот такие вот блинчики. Супер ароматные, честно говоря. Что еще сказать? Вкусные. Сверху такая чуть как хрустящая корочка. Ну, просто всем желаю приятного чаепития с такими вкусными блинчиками. Что же, спасибо, что вы были с нами. Если вам понравился наш рецепт, ставьте пальчик вверх. Конечно же, не забывайте писать комментарии. А также, если вы не подписаны, то еще подписывайтесь на наш канал. А также можете поделиться нашим рецептом со своими друзьями, либо в любой соцсети. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok